Всем привет-привет! Бренд HotWav, выпускающий интересные телефоны, делает также и планшеты. И сегодня у меня результат этой работы. Планшет под названием R6 Pro. Планшет от HotWav за 21 тысячу рублей. Сейчас его можно купить именно за столько. 21 тысячу стоит такой планшет под названием R6 Pro. Планшет с памятью 8128 китайского производства. Итак, поставляется он вот в такой вот большой коробке белого цвета. Здесь особо не написаны его спецификации, только лишь упоминается о памяти. То, что здесь 8 гигабайт оперативки, 128 стройки. И вот здесь основные такие характеристики. Бывают два цвета. Это Vitality Orange и Silver Grey. Смартфон. Хотя на самом деле это смарт-таблет, наверное, все-таки. Не смартфон, не умный телефон, а смарт-таблет. Tab R6 Pro. Ну что, готовы? Открываем. 10,1 дюйм диагональ. Это, кстати, считается сейчас, наверное, самой распространенной, самой популярной диагональю у планшета. Это и не мини-размер, но и небольшой размер. Итак, вот такой вот таб. Как вы видите, он в обвесе защищенного телефона. То есть это защищенный планшет. Ну, для всяких там, я не знаю, экстремальных ситуаций. Для походов, для долгих поездок. Так, убираем наклейку. Что есть в комплекте? Смотрите, здесь есть какие-то крепления. Здесь есть вот такой вот ремешок. Отвертка, чтобы это все закрепить. Смотрите, отвертка даже есть. Вот это вот планшет, у которого в комплекте идет отвертка. Собери сам. Зарядный блок здесь мощностью на 20 Вт. То есть это быстрая зарядка. Есть юзер-мануал, инструкция. Есть скрепочка, чтобы открыть сим-лоток. Это у нас кабель, OTG-кабель USB-USB Type-C. Это двухсторонний USB-шник Type-C. Вот такой комплект поставки. И этот планшет, сейчас я вам покажу, по поводу поддержки сим-карт, флешек. Где здесь находится? Вот он, разъем. TF-сим-карт поддеваем. И можно видеть, что здесь есть поддержка симок. То есть это планшет с выходом в интернет. Здесь комбинированный лоток. Можно пользоваться двумя сим-картами, либо одной сим-картой, одной флешкой. Также здесь под заглушкой прячется разъем для зарядки USB Type-C. Вот он. Заглушкой закрыт. Ну и на задней стороне мы видим камеру. Одну камеру, одну вспышку. Здесь вот такие винты, их можно разобрать. Как раз раскрутить этот планшет, разобрать. Точнее. И здесь две кнопки. Включение, качелька громкости. Углы усиленные. Смотрите, какие прорезиненные. Так, ну и, наверное, пожалуй, так-то все. Динамики. Здесь тоже с этой стороны. Два динамика, походу. Здесь один с этой стороны и с обратной стороны другой. Вот такой вот планшет. Давайте его включать. Убираю пленку. О! И здесь у нас ничего не наклеено. То есть защитной пленки здесь нет. Такая вот таблетка. Короче, по весу. Ну, не сказать, что прям сильно тяжелый, но и нелегкий. Такой лучше держать двумя руками. Одной уже не очень комфортно. Уже все. Тяжеленький. Для одной руки. Итак, запускаю планшет. О! Он у меня уже включен. Я его уже запустил. Итак, диагональ у планшета 10,1 дюйм, но разрешение здесь HD+. 1280 на 800 точек. Итак, конечно, конечно, если присматриваться, то будут заметны пиксели, потому что разрешение не самое большое. Вот видите, да? Это обычный IPS-экран, самый обычный. Есть рамки. Рамки примерно сантиметровые у планшета. Это будет хорошо заметно на белом фоне. Давайте сейчас зайдем в настройки. Вот как это все выглядит. Такие вот рамки. И яркость экрана у меня сейчас стоит на максимуме. Яркость на максимуме. Чуть-чуть вот. Вот сейчас еще добавлю. Экран больше, мне кажется, с уклоном в какие-то синие оттенки, в синий холодный цвет. Так можно посмотреть. Углы обзора приличные. Но настройка экрана явно какой-то холодной оттенки выдает. Есть Gloves Mode, то есть это управление в перчатках. Можно управлять планшетом в перчатках. Дальше. По батарее можно вывести уровень заряда батареи, конечно же, в строку состояния. Рядом со значком, чтобы он проценты показывал. Также сразу показывает примерно, насколько хватит батареи. В настройках экрана что можно изменить? Можно включить темную тему. Можно включить ночную подсветку. То есть это режим чтения, желтое свечение. Flashing when incoming call. Так, это что такое? А, это когда звонок, наверное, экран будет мигать. Опять встречаются небольшие непереведенные моменты на русский язык. Вот натуральные цвета, яркие, насыщенные. Так, ну вот из этих настроек, пожалуй, натуральные самые лучшие. Поэтому оставим их. Можно поменять размер шрифта, сделать его чуть побольше, покрупнее, чтобы было удобнее читать. Ну и, пожалуй, все. Вот такие вот настройки экрана. То есть экран здесь самый-самый простой. В принципе, для просмотра видео, для просмотра каких-то фильмов, для чтения статей. Этого экрана достаточно. Он не маленький. Вот. И для игрушек тоже подойдет экранчик. По поводу процессора. Здесь установлен процессор восьмиядерный от компании Mediatek Helio P60. Процессор тоже уже довольно редкий. Сейчас его редко где применяют. Но здесь решили установить. Helio P60. Это восьмиядерник, состоящий из двух кластеров. По четыре ядра. Четыре ядра из них Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. То есть четыре мощных, четыре более таких слабых ядра. Техпроцесс 12 нанометров. Максимальная частота 2000 МГц. По памяти здесь у нас версия 8128. Плюс можно вставить флешку. Плюс можно вставить еще и две сим-карты. И видеоядро Mali-G72. Планшет можно использовать в качестве звонилки. То есть можно с него звонить. Он поддерживает 4G-связь, 3G, Wi-Fi, Bluetooth. Все это здесь есть. Мобильный интернет. То есть вставляешь симку и пользуешься. Берешь куда-то с собой. FM-радио. Есть FM-радио, но, наверное, без наушников. Да, нужны наушники. Кстати, а разъем-то для наушников здесь есть или нет? Разъема-то нету здесь. Наушники только, получается, беспроводные. Разъем не оставили. В Antutu телефон, точнее, планшет набирает 178 тысяч. Чуть-чуть не дотягивает до 200. И, кстати, посмотрите, насколько маленький нагрев. Всего до 26 градусов. При этом батарея тает на 2% во время прохождения теста. NFC-модуля здесь нет. Но, я думаю, никто не расстроится. Потому что таскать такой планшет с собой постоянно там и к кассе подходишь, и платишь таким планшетам не очень удобно. Мультитач на 10 касаний. Скорость памяти здесь не очень высокая. Здесь как бы установлено EMMC. 5.1. И она выдает такие вот результаты. 423 мегабайта в секунду на чтение, 211 на запись. Троттлинга практически нет. Ну, где-то в пределах 10%. По сути, это можно не считать серьезным троттлингом. Так что планшет не троттлит. Так, ну а вот как идет YouTube-чик на этом планшете в соотношении сторон 16-9. Так, экран не переворачивается, потому что выключен автоповорот. Нужно сейчас включить автоповорот экрана, чтобы он разворачивался на весь... Видос разворачивался на весь экран. Итак, вот, вот как идет YouTube-видео в соотношении сторон 16-9. Остаются небольшие вот здесь вот черные полоски, видите, да? Здесь черная полоска чуть-чуть и здесь. Но можно растянуть на весь экран, как на телефоне. И видео будет занимать всю область экрана. Максимальное качество видео на YouTube, которое можно поставить, это Full HD, походу, да? Хотя я снимал это видео в Full HD. И Full HD я могу выставить. О, ну Full HD, смотрите, немножко как-то... А, вот все, интернет поправился. В Full HD видео он тянет. Все нормально. Вот Full HD видео. Все отлично идет на этом планшете. Это с YouTube. А это видео, которое я снимал в 4К. Давайте посмотрим, потянет ли он видео с YouTube в 4К. Заходим в настройки, выбираем качество, другое. И выставляем 4К 60 FPS. Сейчас, конечно, он долго будет загружать его, загружать, загружать, загружать. Так, интернет сейчас подгружает видос в 4К 60 FPS. Ну, 4К 60 FPS уже идет с просадкой FPS. Я думаю, это заметно. Видос не плавный. По сути, это 60 FPS. Еще раз, вы знаете, что такое 60 FPS. Все должно быть сверх плавно. Но 4К 60 FPS он уже с YouTube воспроизводит с потерей кадров. И выглядит это все где-то на 15 FPS. То есть, лучше смотреть видосы в Full HD. Но Full HD достаточно. Full HD неплохо смотрится на этом планшете. 4К уже, конечно, не совсем тянет. И еще один момент, ребят. Несмотря на то, что этот планшет как бы уже основан на базе старого процессора, но процессор здесь старый, но видеоядро неплохое. Все равно, Mali-G70. Это не 50-я линейка, которую сейчас так любят многие производители, а 70-я, более флагманская. И поэтому видеоядро здесь неплохое. Вот, например, PUBG. Я запустил эту игру. Процессор уже несколько лет этому. Но в игры поиграть можно при желании. Игру он поддерживает. Вот сейчас я играю в PUBG. Все отлично. Игра идет во весь экран. Тормозов, флагов не замечено. Но картинка, конечно, не самая топовая. Но на средних настройках поиграть можно. Почему бы и нет. Так. Ладно, побежали отсюда. Здесь нет ничего. Как и у защищенных телефонов, здесь есть приложение «Сумка с инструментами», которое может помочь нам в строительстве. Где-то еще. Так, разрешаем, разрешаем, разрешаем. И здесь есть такие вещи, как шумомер, например. Настенный уровень. Неувеличительное стекло, транспортир, отвес. Ну, как у телефонов защищенных. Все то же самое. Кстати, сканера и отпечатка пальцев здесь нет. Поэтому разблокировать планшет можно, ну, с помощью какого-нибудь графического ключа, например. Планшет работает на базе Android 12-й версии. Если посмотрим информацию о этом планшете, то здесь есть версия Android 12. И со временем, возможно, он получит обновление уже до следующего 13-го Android. Нужно проверять обновление вовремя. Ну, и, конечно же, планшет имеет полноценную защиту от воды, от ударов стандарт IP68, IP69K, MIL-STD 810H. То есть, его можно прям в воду окунать, с ним ничего не будет. Он от этого защищен, он полностью герметичен. Поэтому здесь все прикрыто заглушками. Внутри там все очень плотно, очень там как бы благоустойчиво. Так что ничего страшного, если на него разольете воду. Если там нечаянно там ребенок его куда-нибудь уронит, все будет нормально. По камерам здесь интересно, потому что здесь две камеры. Одна задняя, одна фронтальная. И обе они на 16 мегапикселей. 16-мегапиксельные камеры от компании Samsung. Что фронтальная, что задняя. Ну, камеры для планшета, для чего они нужны? Ну, в основном там, я не знаю, сидеть в каких-то видеоконференциях, например. Да, вот так поставил планшет. С кем-то там общаешься по видеоконференции, делаешь какую-то работу. И в целом видеокамера здесь неплохая. Вот снимает вполне с нормальной детализацией. Можно даже какие-нибудь видосики на него записывать, например. Как пример, ну так, для начинающих тоже. Если переключимся на заднюю камеру, то здесь запись видео максимальная. Это Full HD при 30 кадрах в секунду. Есть зум четырехкратный. Если на фронтальную камеру снимаем, здесь тоже есть зум четырехкратный. Качество вообще хорошее. Ну, реально, за эти деньги. Правда, при зуме такой скачки. Скачки не плавный зум, а такими скачками какими-то. Не очень плавно выглядит. Так, и качество на фронталку у нас тоже Full HD. Но по умолчанию почему-то установлено 720p. Переключайтесь в Full HD, качество будет лучше. Ух ты, качество вообще обалденное. Прям вообще отлично. Прям как самые топовые вебки. Ну, реально, качество хорошее. Автофокуса нет на заднюю камеру, но качество видео неплохое. Так, ну и вообще приложение камеры здесь сверхпростое. Здесь есть пункт картинки, бьюти, видео и монохром. И все. То есть минималистичная камера. Просто взял, сфотографировал нужное и поехал дальше. Есть вспышка на задней камере. Пригодится, если слишком плохие условия освещения. Можно включить вспышку. Можно поменять соотношение сторон. Снимка. На фото максимальный зум 4х. Так, и давайте что-нибудь пофотографируем. Вот код. Код. Кс-кс-кс. Котяра. Кс-кс-кс. Спит. Спит код. Не хочет сфотографироваться. Ну, вот я его сфотовал. Ну, вот такое вот качество. При приближении уже, конечно, немножко детализация падает. Ну-ка, сам себя сейчас сфотую. Здоровенный планшет. Оп. Фото готово. Ну, блин. Размазано получилось, потому что фокус он не поймал. Слишком близко я, видимо, находился. А вот тут уже другое дело. Посмотрите. Вот так вот он фотоет на заднюю камеру. Задняя камера. Ну, тоже получить хороший снимок можно. Есть автофокус уже, в отличие от фронтальной камеры. Фокусируется. Все автоматически. Все нормально. То есть, если срочно камера понадобилась, можно на этот планшет что-то снять. Видео снять, сфотографировать нормально. Так, выключим автотаймер. Итак, проверка звучания. Здесь два динамика с разных сторон. Эффект стерео создается. И очень громко играет планшет. Очень громко. Задрана. Задрана громкость. Еее. Вот один динамик. А вот второй. Оба закрыл. Играет динамик справа. Теперь динамик слева. Какой громче. Мне кажется, одинаковый. Ну, либо вот этот чуть-чуть погромче. Но мне показалось, что одинаковый, скорее всего. Итак, ну и какой аккумулятор. А аккумулятор здесь на 15600 мА. Да, это неплохой аккумулятор для планшета. Бывает, конечно, и больше. Но этого достаточно, чтобы тоже полноценно с ним день проходить. А может даже и полтора. В зависимости от того, как будете пользоваться. Итак, вот такой вот планшет получился. Пишите, что думаете. Какие плюсы? То, что он защищен. Можно брать его с собой. Можно заливать водой. Особенно подойдет маленьким детям, которые постоянно что-то роняют там. Лапают. Ну, в общем, он такой неубиваемый. Есть даже Kids Space. Специальное детское пространство, в котором, ну, ограниченное количество приложений. Куда может заходить ребенок, да? Какие-то можно тут развивающие приложения ему установить. Какие-то игры специальные, да? Вот. Какие еще плюсы? Плюсы, ну, наверное, то, что он поддерживает флешку. То, что он поддерживает две сим-карты. То есть, мобильный интернет у вас будет. Неплохие камеры. Мне понравились камеры, действительно. Камеры хорошие. Можно вести какие-то видеоконференции. Можно видео даже снимать. Удобно. Еще из плюсов то, что здесь громкие динамики, стереозвук. Из минусов. Не очень высокое разрешение экрана. Дает нам не очень хорошее соотношение пикселей на дюйм на 1. Менее 200. Поэтому пиксельный экранчик. Вот. И, наверное, старый процессор. Но, с другой стороны, пока что он еще справляется. Он тянет. У него есть четыре мощных ядра, четыре энергоэффективных слабых. Так что вот такой планшет. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Удачи. И пока. Чао.